Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы всех с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке текущей торговой сессии в экономическом календаре мы видим несколько очень важных релизов американского происхождения. Это статистика по рынку труда, отчет ЭДП, который предваряет Non-Farm Perils, поскольку эта неделя первая для месяца и традиционно в первую неделю месяца мы с вами ждем отчет Non-Farm Perils в эту пятницу. Один из самых лучших индикаторов общего состояния американской экономики сейчас за такими индикаторами. Внимание повышенное, поскольку мы все прекрасно понимаем, что мировая экономика противостоит последствиям ковида. И оценка вот этих основных макроэкономических параметров позволяет нам понять и разобраться, как будет действовать регулятор, что будет предпринимать всем власти в плане дополнительных фискальных стимулов и как все это повлияет на ту валюту, которая стоит за конкретным регионом. Касательно доллара, друзья, индекс американской валюты 90.79, как мы видим, выше 91 существенно мы не прошли. И опять же отрабатывается вот этот вот диапазон 90-91. Ранее я уже комментировал, что скорее всего в нем мы и будем от зоны к зону ходить до тех пор, пока не будут окончательно приняты решения и согласован фонд экономической помощи почти на 2 триллиона долларов. Текущее снижение может быть частично связано с тем, что американский рынок долга все-таки не получил развития в плане траектории роста по доходности и сейчас снижается. Рынок долга, американские трежие сказаночейские облигации, это основной триггер для движения американской валюты в последние недели. Фактически между долларом и американскими облигациями была крайне высокая корреляция. И эта корреляция в принципе сохраняется. Я рассчитываю на то, что все-таки американский рынок долга, десятилетки по доходности, уйдут снова ниже отметки 1,2 и мы сможем сфокусироваться на прежних факторах, катализаторах движения американской валюты, на статистике и на то, как на эту статистику будут реагировать власти. Денежные и непосредственно те власти, которые находятся в Белом доме. Сегодня, друзья, как я уже отметил, в 16.15 отчеты DP по прогнозам 177 тысяч, ну не знаю, я думаю, что это не подтверждение динамичного роста. Даже если мы увидим такие цифры в районе 170-180 тысяч, учитывая сколько без работы остается американцев, реакция все равно может быть сдержанной. Это как минимум, а как максимум негативный. Если в итоге цифры окажутся еще ниже, то падать доллару дальше, потому что чем хуже сегодня выйдут данные по DP, тем выше будет вероятность того, что в пятницу мы увидим не менее слабые отчеты по Non-Farm Pearls, которым уже точно не будет никаких вопросов. Также 18.00 ISM в сфере услуг, по прогнозам цифры вроде бы как не должны разочаровать, но я провожу параллели состояния сектора услуг с общей активностью потребителей. И как бы выхожу на потребительскую активность через данные по рынку труда. То есть, чтобы не противоречить себе, как я уже отметил, раз я по медвежьи смотрю на общий сектор рынка труда США, то и соответственно по ISM я не очень-то верю в динамичный рост и восстановление. Хорошая новость, друзья, для вас. Мы все знаем, что 14 марта это дедлайн для принятия мер фискального стимулирования. Лидер большинства в Сенате Шумер накануне сделал заявление о том, что законопроект по новым стимулам начнет активно рассматриваться вот уже сегодня. Напомню, что Сенат это последняя половинка Конгресса, где будут обсуждаться новые меры стимулирования, прежде чем законопроект окончательно приобретет статус закона. Голоса распределены 50 на 50 между демократами и республиканцами, но при этом решающий голос находится и остается за вице-президентом США, который, ну, разумеется, демократ. Поэтому в сухом остатке, друзья, у нас получается американская валюта, которая локально снижается при благоприятном развитии событий, при уверенности трейдеров в том, что новые экономические стимулы прям совсем, прям рукой можно их потрогать уже совсем. Скоро будут озвучены в качестве фактического решения. При том, что американский рынок долга все-таки не находится на максимум за множество последних месяцев, то есть там выше отметки 1,5 снижается. Все это должно оказать достаточную поддержку для нашей с вами долгосрочной инвестиции. И это ослабление курса американского доллара. Нефть 62,91 здесь короткая позиция в приоритете. Мы, в принципе, ждем данные по запасам. Американский институт нефти, это отчет, который мы получили накануне, рост запасов на 7,3 миллиона. При росте запасов традиционно нефть реагирует на это снижением. Сегодня официальные данные 18.30 по московскому времени тоже с большой вероятностью мы увидим статистику со знаком плюс. И вот, пожалуйста, еще один потенциальный пинок для котировок нефти. Но самое главное, впереди завтра уже решение ОПЕК, на котором будут озвучены решения о росте нефтедобычи на 500 тысяч баррелей. В совокупности и еще потенциально плюс 1 миллион возвращены на рынок, как до предложения, ранее свернутые от Саудовской Аравии. Австралийц против доллара 0,7817. Друзья, здесь длинные позиции уже в приоритете. Ближайшая цель 0,80. Темпы экономического роста, которые вышли сегодня утром, оказались лучше прогноза. 3,1% это оценка за четвертый квартал, противопрогноза 2,5%. Но ранее я говорил, что на мягкой риторике Резервного банка Австралии мы традиционно должны расти по австралийцам. Мягкая риторика была озвучена накануне и действительно под конец дня австралийцы снова вытащили. История повторяется. Я думаю, что мы смело можем держать риск, в данном случае австралийца, в длинных позициях. Тем более, что нам помогает еще и локальное снижение курса доллара. Евро против американца 1,2086. Ожидание более эффективной кампании по вакцинации. Ожидание более стремительных темпов экономического восстановления. Возвращение потребителей к нормальным показателям активности, которые подстегнут розницу, ускорят инфляцию и снизят вероятность дополнительного снижения процентной ставки в рамках еврозоны. Это все фон, который как бы абстрактно сейчас охватывает еврозону и выступает фактором поддержки для евро. Но я все-таки здесь рекомендую не мудрить, а признать тот факт, что для евро, прежде всего, определяющим фактором является доллар. По доллару уже все сказали, соответственно, по евро ждем движения выше. Фонт против доллара. Фонт реагирует, опять же, на то, что происходит с американской валютой. Но сегодня бюджет, друзья, как я ранее говорил, который может быть негативно воспринят инвесторами и трейдерами из-за того, из-за инициатив правительства о росте корпоративного налога. Но почему-то вот мне кажется, что хотя бы первая реакция будет негативной и достаточной для того, чтобы британскую валюту все-таки еще спустили на фигуру чуть пониже вниз. Если этого не произойдет, ну тогда посмотрим, как действовать дальше уже завтра и в пятницу в преддверии Non-Farm Perils. Но пока что короткая позиция, мне кажется, более интересное решение. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии и до скорых встреч. Всем пока.